ЗВОНОК В ДВЕРЬ Я за. Не против? Не против. Все, слушаю. Вопросы, которыми, скорее всего, к вам обращается не один человек, эти вопросы, они возникают, возникают у меня и возникают у людей, которые хотят их адресовать и нашим иерархам, первоиерархам. Пишут открытые письма и, наверное, правильно делают, потому что церковь — это люди. И это вопрос, который касается одного священника, которого мы все знаем благодаря интернету. Это ныне запрещенное в служении отец Владимир Головин. Это священник, который, на мой взгляд, очень неординарный священник, ну просто потому, что само обращение его, как он неоднократно о себе свидетельствовал, было, наверное, не совсем может быть традиционно православным. Это действительно человек, который обратился от слышания Слова Божия, от Евангелия. И потому что он делал, потому как он выставил отношения с паствой, какие проповеди, какие беседы он вел, говорит о том, что это человек, который родил, человек, который ревностно болеет о своем деле. И до сих пор, в общем-то, он находится в эфире. И, скажем, те обвинения, которые против него были выдвинуты, ну, понятно, это какой-то, скорее всего, ход, который продиктован был сверху. Ну, какой-то политический ход. И отец Владимир Головин отзывался о многих, в частности, отзывался о вас, вот, и вы об этом знаете. И вот, несмотря на весь резонанс вокруг этого события, вы все-таки сохраняете молчание, и вы никак не высказываетесь по этой теме. С чем это связано? Вот первый вопрос. Ну, он не запрещен, а теперь уже, как за подписью Патриарха вышло, снят сан. Да. Сняли сан, то есть он теперь не священник, ничего священнического, дескать, не может делать. И, то есть, дальше, если он дерзнет делать, его сразу предадут анафиями. За этим глядят, как было с Денисенко, с Филаретом. Вот, что на это сказать? Сейчас речь идет о том, что даже собирают подписи, и что Патриарх как-то обратил внимание. Но 1 апреля Патриарх в этом уже подпись сделал. Все, назад он не пойдет, дезавуировать подпись свою не будет. Остановка известна. Отец Владимир, он собирался в прошедшем году приехать по Теряевку. Но вот в связи с этими делами он тогда отложил на этот год. В этом году мы можем ждать его. И притом не один к нему, еще там присоединяются люди. Теперь, почему я нигде не выступаю? Дело в том, что осенью я сделал ролик о нем. Я уже все высказался, это повтор будет. Прямо, конкретно о нем, о том, что на него гонение, то, что он под запрещением. Перед самым отъездом из Патриарх в октябре месяце, очевидно, я вот этот ролик сделал. Так что оно все свежее, по горящему следу. И это не для чего-то, а ответ на вопросы. Ну, меня спрашивают, ну, вот вы, ну, там делали где-то, пишут, кому писать конкретно. Я знаю, там, кто этим делом занимается, там, Дворкин. О Дворкине я высказался не единожды, а больше говорил. Не сам выдумал, а то, что там, где он был, как есть, это открыто. Особенно сильно написал Максим Сипаненко, последнее, вот, о Дворкине. Хотя он его был почитателем, это точно. И в Максиме вот такой он, мужественный человек, поворот был. Он увидел, что это враги, раздирающие православие, ну, и все остальное, что идет. Быстро тут в защиту 100 тысяч набрали подписей, как говорят в интернете. Там заходит один журналист, и он этим делом занялся. Когда сам говорит, а я около православный, я не верующий, там, то другое. Но вдруг он, оказывается, в Омске принимает причастие, это журналист. Я тоже здесь еще до конца не знаю, да еще что тут говорить я могу. Меня это никаким образом не касается. Я только могу сказать, что если он был крещением, а о крещении он не говорит, значит, оно у него было. И то, что он делал, как жил, а все это у него там под каноны подпадает, правила очень суровые, нарушенные. И он сам об этом говорит. Седьмая заповедь, не первая жена и прочее, прочее, прочее. А о каком причастии-то? Он должен, когда теперь пришел заявить о себе, он должен быть отлучен на сколько лет. И ничего нету, причащается и говорит, я ничего не ощутил. Я что на это могу говорить? Я беру только то, что он сам выставляет о себе, этот журналист. Меня никто не спрашивает. Каноны есть на глазах. Я об этом говорил неоднократно. Мне нечего сказать. Но я непрестанно о нем молюсь. Они заботятся сейчас только об одном, чтобы думали об этом, чтобы снять это заклятие, как назовем так, снятие сана. И больше ни о чем не говорят. Тем более, слово «снять сан» у греков, у православных, откуда приняли наши, не было за 2000 лет ни одного случая. Запрещается в служении больше никак. У католиков, это там речь идет не о тысячах, а сотнях тысяч священников, и ни разу не было, чтобы за 2000 лет сняли сан. У русских вот такое дело. Это национально у нас, пожирать друг друга. А так он запрещенный, но он может причащаться, и когда священник, он среди них может быть по чину, и все, но никого не благословлять и прочее. Здесь по-другому. Уже никто, только Владимир Валентинович уже тут же сходу там один, его начинает говорить такой, священник сидит. Но не один при том. Тут они еще собираются, я за этим слежу где-то. Говорить там нечего. Нечего. То есть, грех. Они лавиной пустили, змей пустил реку, но земля поглотила. В откровении говорится. Это земля, то есть земные люди, плохо разбирающиеся в истине, они только дай им это где-то посудащить, поговорить. Вот я вижу, что... А эти служители-то они какие? Они все до одного меня долбили. Которые против него идут, они против меня. Ну, говори. Да. Да. Да, уехал. Не уменьшать. Количество тоже можно больше. Ему нужно сухари сухарей насушить. Да, конечно. Я их посушу, если там... Ну, как всегда, давайте так. Я тут досушу. Не меньше, то есть, ну, если все сушеное, я все приму. Не уменьшайте, потому что будут люди. Ну, а Сережа, договорюсь, если он подъезжать будет. Так. 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 У меня побыстрее, договори. Я на этом... У нас запись идет. Да. Я бы не советовал. Не советовал. Ну, я для вас не закон. С батюшкой посоветуйся. Если хочешь пострадать, сделай. Ну, сама решила. Такая обратилась монашка здесь. Батюшке. Делать операцию, не делать. Он говорит, тебе пользы не поможет, но ты пострадаешь. Она сделала тут. Долго она месяц еще прожила, но уже с мухой. Сделали операцию. Но она умерла, и все. Не знаю, не знаю. Я знаю, какие исходы бывают так и так. Да. Сами подумайте хорошо, и как это с чужим телом распорядиться. Но лично мое мнение, я бы не стал на вашем месте. Да, конечно, молиться будем. Все понял. С Богом. Не такая и худая уже, все равно. Видишь, какие вопросы. На операцию идти, не идти. Она помогает. Хлеб, пищу. Вот. А они заботятся о том, чтобы он в нем был сан. Зачем? Максим Степаненко пишет, что и отец Владимир Головин рукоположен до 30-летнего возраста. Согласно всех правил, включающих, да будет извержен, не он только, любой. Поэтому вся патриархия на 99% извержена должна быть. Это Максим Степаненко пишет. Я повторяю его слова где-то. И поэтому его Господь любит, его отстранил от греховного дела. Вот и все. Надо благодарить Бога. Написано, за все благодарите. 1 Фасоникистан, там 5.18. Благодари Бога, что тебя сняли, как они говорят санны, запретили служение. Хватит уже, сколько ты уже сделал в этом поприще, а побудь с нами вместе. Тебя резко не будет от нас отделять. Ты такой же, как мы. И ничего не произошло такого, что повлияло бы на смерть его души. Он оставил все свои проповеди, на это не пойдет. А за проповеди что-нибудь отлучать. Это вообще будет безумие. И оно будет недействительно. Кроме того, сейчас там адвокат какой-то и выстраивает в ряд. Там его не вызвали. Тут они не сказали. Тут не подтвердили. То есть решение суда было беззаконное. На 100%. И оно должно быть немедленно отменено. Но я бы даже, вот так думаю, не стал бы хлопотать об этом. Не надо. Не надо. Все идет к концу. Будь с народом ближе здесь. Спасение тебе не закрыто. И ничего не надо больше делать. Такое мы встречаемся в житиях не единожды. Яна Златоуста не измерли. Отправили в ссылку. Не дали до ссылки. Кукуз умер в дороге. Их никого не знают. Никто не знает. Хотя, согласно документам, в том, там, третье, описано, кто они такие были. Но мы везде видим 12 томов Златоуста. Литургия Златоуста. Он остался. Но стал теперь и мучеником. Он мученик. Он умер. Замученный. Врагами. Вот так. Не трогали бы царя. Его никто бы не знал. Сколько царей было. Александра же убили. Никто его не канонизирует. Храм на крови. А этот именно вот канонизирован. И у Бога все вымерено. Моё мнение только такое. Я даже думал не один раз. Кто-то задаст вопрос. А почему вы? А кому? Кому я должен что сказать? Знаю, что даже прочитать никто не будет. Я ролик выставил. То есть, рассказал, как всё было. В защиту. И показал его врагов. Кто они такие. Вот краткий такой ответ. Считаю, что это благоразумно. Что я делаю? Вылазить незачем. А эти, которые на неё нападают, они мои враги. Мне уже пришлось в чёрный список занести по сегодняшний день примерно 9 тысяч человек. Тысяч! Представь, сколько на меня идут. То есть, на Владимира, у него сотой доли нет того нападок, который на меня. Но я неуязвим для них. На мне никакого сана нет. Взять ничего не могут. А меня голыми руками можно взять. 38 книг. 14 700 роликов. Ещё что-то не брать-то меня. И на меня в интернете составлено против. Примерно 220 роликов насчитывает уже. Роликов против меня конкретно. Разные обличители, разные Александры. Я ещё могу сказать. Меня это не касается. Вот с этим, Михаил Тихонович, мой второй вопрос. Вот второй вопрос, потому что уже сколько мы с вами знакомы, непрестанно идёт на вас какая-то, можно сказать, охота, гонение. А читая ваши книги, для слова Божия нет уз, ваша автобиографическая книга, понимая, что это просто продолжение всего того, что началось с момента вашего обращения. И там вы достаточно подробно отвечали, либо в судебном порядке, если это были какие-то вопросы о защите достоинства личности. Если речь шла о внутрицерковной, опять же, вы тоже выстраивали и говорили, собственно, свою защиту. Но вот последнее время, то, которое я вас знаю, которого знают уже, наверное, тысячи людей, которые смотрят ваш канал, ваши ролики, ваше участие в чат-рулетке, в общем-то, наверное, подтвердят слова, что вы в последнее время не говорите ничего в защиту себя, хотя вот вы правильно говорите, там некий человек объявился и штампует ролики с какой-то целью просто, ну вот, что называется, вас обличить до последней крайности. Вот опять же, с чем связано ваше молчание и насчет вашей личности. Сейчас еще, подожди-ка. Витя, добрый день. У меня тут непорядок какой. Ты сделал автозапись, прекрасно было, но вчера среди дня вдруг где-то ремонт был или еще, и они вырубили, и она перестала записывать. Ты не мог бы через полчасика заглянуть ко мне? Хорошо, у меня тут сейчас пока беседа идет, и вот уже сегодня сколько бесед было, нигде не записывается, что как могло там, перервало. Ну, до того хорошо записывал авто, я все, ни у кого не стал брать, разные люди записывают, а моя не хуже других. И чистое нету. Ты не забудешь позвонить? Пожалуйста, оставайтесь на линии. Так. Ну, вот такое дело. Видишь, звонят. Это очень хороший, близкий человек мне. Он как раз по компьютерам все везде разбирается. Ну, все, все, все. Держит меня здесь на контроле. Программист очень высокого уровня. Его вызывают в Москву везде. Там, не знаю, что уж так. В командировке летает. Он, кажется, свою даже компанию организовал. И вот сейчас ему скинул, зайдет тогда. Ну, вот почему я дальше не говорю. Здесь несколько факторов. В первую очередь сказано. Далее. Мне это никак не вредит. А я благодарю и каждый день молюсь. Врагов всех перечисляю. Прошу их просить. У меня на них ничего нету. Совершенно нету. Такое спокойствие. Мне жалко их. Несчастные они. У них ничего нет. Они вокруг моей колокольни бегают и мощатся. Больше ничего нету. Они никак меня не могут тронуть. Почему? Потому что мои книги отдавали уже давно. Уже лет пять, наверное, рассматривали Новокузнецкая, Кемеровская, Тульская епархии. Сцензорские отделы. Так потом в Одесский монастырь. Там что-то. А потом переслали Киево-Пещерскую лавру. Там профессор задействован. Мне сообщил человек, который там находится. Ну, 15-то лет. Можно было за 15 лет меня тоже вызвать-то. Но я удивительно храним Богом. За мной вины, по их мнению, несравненно больше. Намного-много больше, чем от отца Владимира. Мне просто такие вины лепят. Это и там и с Несторием, там и с Арием где-то. Но ничего не доказывается. Люди ответили, которые говорят, почему они не называют? А мне ответили, они что, самоубийцы? Потому что на суде они обязаны будут сказать. Канон такой. Это они никуда. На основании Библии они ко мне прикоснуться боятся. Я их знаю. А завистники, они скрижищут зубами и отходят. Псевдо-православные, лже-православные, лже-миссионер. Они ничего не делают и не знают. Мне нравится выражение у англичан. Если дело твое не терпит сопротивления, то оно не устоит. Потому что если стояло деревцо среди других деревьев, потом вокруг выпили, его ветром свалит. А вместе оно кащалось с ними нетронуто. И есть у святых выражение, что если тебя не преследует за то, что ты делаешь дело Божие, тебя не преследует, то никому оно не угодно. У меня со всех сторон меня подпирают, клевещут. Ежедневно матершина. И по телефону меня клеймят и звонят. И поэтому я не отвечаю никому. Не алёхать. Я вижу, что он алёхает, а дальше сказать ничего не может. А если кто желает, все предупреждены. Сразу начинают говорить. Я такой-то, а то дозвоню, то-то хотел сказать или проще. Тем более я сам никому не звоню. Никому. Мое дело, как твое дело, быть верным Богу. Книги идут. Вот сейчас только отправили в Ирландию. В Ирландию они могут показать? Нет, конечно. Отправлено в Испанию. Я перечисляю, сколько. Какие государства. А у них ничего нет. Я могу только руками развести. А что я буду трогать, когда пустота? У них ничего нет. Ну, он поставил на меня 8 роликов. Другой один почти 70 роликов. Он годами сидит. И из моих берут роликов-то. Туда вставляют, ну, разное там. И для смеха там, и в Испании там кто-то против меня, как якобы. Ну, я не могу расследовать. Меня это не касается. Это вы выдумали сами себе какого-то там Винни-Пуха и с ним воюете. Это не я. Когда говорят, я оглядываюсь, а кому они говорят? Они не обо мне говорят. И Максим Степаненко тоже говорит, когда нападаете, я всегда думаю, а кому они говорят? Это у меня брат, вот, 3 февраля у нас было ему 40 лет, брату Акиму, в священном сане. И приехал сюда митрополит местный Сергий Иванников. Ну, и священник, кто диакон, кто там помощники. И он с себя крест снял с украшениями, на Акиму надел. Это вообще. И поминает нашего зарубежного первого иерарха Илариона Капрала. За патриархом следует. То есть он знает, что мы не принадлежим патриархии. Мы вполне удовлетворены. Наша сила сидеть спокойно. Порох Исаия говорит. Мы сидим. Сидите спокойно. Нам Бог дал все. Я вижу, что, а чего же я буду стрелять, когда там ничего нету, только облако. В облако не стреляют. А зачем я буду выступать, когда у меня времени абсолютно нету? Вы видите, пока разговариваю с вами, звонки перед вами только что переговорили. Пришел каяться человек, который оторолик будет стоять. И он сильно огорчен был с чем-то. И все время его злоба переполняет. И он сам говорит, я беснуюсь. Я бесноватый уже понял в этом. Перед вами прям пять минут не прошло, и вы зашли. Мне тоже надо заботиться. Просят помолиться. Только сейчас подряд несколько человек. У меня времени совершенно нет. Но если только где-то будет поносима истина Христова Библия, я могу сразу же незаржавленный меч выхватить из ножен. Ну и дальше уже исход битвы Бог будет решать. То есть я обязан ему сказать, они не правы, это называю битвой. Я новых и новых врагов наживаю тем, что я им нигде не уступаю. Но они зайдут на мой YouTube. Главное, это YouTube. Чего они найдут? Тут у нас и златоусты, и жития, и беседы, и молитвы утренние выставляем. И чат-рулетку. Я уже по пять роликов от чат-рулетки за раз в день выставляю. Ну представь себе, это вообще. И сколько людей, которые в чат-рулетке говорят, а я вас знаю, меня только видят, и я вас хотел увидеть. По имени, фамилии называют, по Теряевку, мы давно смотрим. А вот вы еще здесь. То есть благодарность Богу. И мне не надо нигде сейчас была здесь. Нигде. Я только могу сделать неприятность кому-то этим. А, так вас за вот кто заступается. То есть мой авторитет-то среди этих крихунов-то никакой. А они тогда наоборот скажут, да ты такой, ты как Лапкин. Хотя он не такой. И поэтому от меня пользы нет никакой. Но они его даванут еще сильнее. Ему надо согласиться сейчас, и ничего не надо больше. Так, ты руководил маленько. Теперь будь рядовым. Благодари Бога за все. Вот такое мое благодушное, молитвенное, спокойное состояние. Отец Владимир у меня в сердце. Я молюсь за Глеба Грозовского, которому 14 лет дали. Каждый день молюсь. А он там обо мне как отозвался, когда... Я на это ничего не знаю. Я только прошу Господа, не дай ему отчаяться и погибнуть. Ежедневно, утром, молимся, я вслух произношу его имя. А он для меня никто. Ну а вы верите, что он там, ну там, педофилеев? Я ничего не знаю. Но судя по его лицу, какой он есть, и с молодежью работал, судьи могли приписать ему. Я знаю, что такое начальник. Я день и ночь с ними, но на меня никогда этого не сказали. Только наоборот, что я суровый с ними, там, ну и проще, избиваю. И суд ничего не доказал. Была комиссия, прокуратура, ничего нет. Я подал в суд и все процессы выиграл. Так что, они все равно знают, что перед ними боец. Если они дальше вылезут куда, у меня есть к кому обратиться. К Богу, в первую очередь. А дальше, вот я когда вернулся из Потеряевки-то, три, кажется, судебных заседания было, я все процессы выиграл. Их разогнали, заставили опубликовать опровержение по телевидению, заплатить деньги. Они даже знают, что перед ними находится не какая-то фигура глиняная. Вот поэтому я не лезу никуда. Польза от меня никакой. Они не нуждаются в этом. Там за них восстают сколько. Я другой, я в обозе остаюсь. В обозе и я молюсь. А которые в обозе, то есть, они охраняют, на войну не идут, а добычу делят пополам. Так установил Давид и так осталось навсегда. В данный момент сейчас я в обозе. Я ни в печати, нигде не выступаю. У меня нет времени. Абсолютно нету. 10 июня будет 80. Давид говорит, 70 лет при большей крепости, 80. Я исчерпал большую крепость. У меня все, два месяца мне осталось. Да еще доживу нет. И поэтому еще бы я куда-то лез зачем. Когда у меня и в книгах, и в отзывах все сказано. О Глебе Грозовском я отдельно ролик составил. Тут же сразу выставил. Что о нем я ничего не могу сказать. Кроме как я знаю, как к нему относятся плохо. Это не то, что ко мне. Потому что, когда знают, что что-то с детьми связано, то зэки человека такого насилуют. Петушат, как говорят. Так что я могу только сожалевать, скорбеть. Не знаю, удовлетворит вас такой ответ. Но я говорю так, как есть. Это обдуманное дело, что делаю как. Не делаю ничего. Но я молюсь. И вот у меня задача. Я семикратно в день молюсь. Ночная молитва. Я их всех помню. У меня они все при мне. Вот и все, брат. Я ничего на эту тему добавить не могу. Кроме того, что они в моем сердце. Я за них молюсь. От меня помощи никакой. А наоборот, даже упрекать будут. Да. Максим Христос Игнат Тихонович. Ну вот такой, я не знаю, вопрос. Это не вопрос. Мнение может быть отчасти. Действительно, создается впечатление. Но вот лично у меня здесь я не то чтобы преувеличил. Но вот если бы знать, что мы живем в последнее время, последние времена по откровению, то вот может сложиться впечатление, что появление интернета было устроено или попущено Богом специально только для того, чтобы через вас в том объеме благодать, которая вообще действует, вот именно в тех формах, в которых, ну, как-то духом святым вы движимы, и находите их там, где, казалось бы, вообще невозможно найти, вот только для этого, для какой-то всемирной проповеди он и был изобретен. Потому что, ну, книги, ладно, это стандартно, хотя, опять же, такой объем 38 томов, это не 12 томов, это объем, который, ну, я не знаю, превышает даже Августина Влаженного. Тоже достаточно плодоритого автора, не говоря уже о проповедях, не говоря уже о магнитофонных записях, ну, а если уж говорить о роликах, ну, здесь это не какой-то комплимент, это просто констатация. И вот о чем вопросы с родственном мнении, это вот то, что до сих пор я как-то вот даже не могу вот уложить и даже привыкнуть к этому, это вот ваши стримы в чат-рулетки. Потому что они, вот интересно, так же, как было с событиями дня, у меня было впечатление, ну, это, думаю, это некое временное явление, я, честно говоря, не верю, что это будет продолжаться так долго. И, самое главное, что продуктивный, она вот выкристаллилась в такую очень интересную форму, такого духовного, можно сказать, дневника. И вот чат-рулетка, вот это действительно некая такая преисподняя, где самые разные люди, где разные мнения, и действительно это какая-то вселенская проповедь. Вот, Игнат Николаевич, поэтому с этим вопросом, вот такой вопрос. А что-то может быть еще больше, либо, ну, может быть, есть у вас еще какие-то варианты куда дальше? Потому что я, честно говоря, уже не вижу, как еще можно охватить, все сидя в келье, вот действительно, при таком монашеском, можно сказать, образе жизни, вот такой проповедью, свидетельствам в мир. Такой вопрос. Видите как, я бы не знал прощать эту рулетку, если бы не Сергей Козлов. Он перед смертью два ролика поставил. И я посмотрел и понял, что там беда, огромная беда, людей много, и Бога не знает, Содом. И в этот Содом я попросился у Бога и сказал, господи, талант, который был у Сергея, туда зашел он, а у него там по-другому было, дай мне. И я уже испробовал здесь и двое, и считать, и по-разному. Здесь я все время варьирую, нового опыта нет никакого, но уже опыт есть. 70 дней, 74-й день, наверное, сегодня у меня, я в рулетке нахожусь, и уже составлено 300 с лишним роликов. Полновесных, и с буддистом, и с мусульманами, и с ребятишками, и которые скрываются, и которые меня там узнали, и с сектантами, и с молодежью. Ну, то есть, разное, разное, разное. И как это с каждым разом, я все больше убеждаюсь, это мне дал Господь. Это не один, не два человека, понятно. Иной ролик один, а там человек 13, бывает 14. Маленькими такими этюдиками. Ну, вот так Бог сделал. Конечно, время отнимает это очень много. И там скверно такая бывает. Бывает в конце матерок, а у меня пропадает весь ролик. Ну, ничего, я делаю это для Бога. И вижу, что тут встречи такие. Многие, многие, просто могу сказать, уже речь идет о десятках людей, новые, которые приходят на наши ресурсы. А есть такие, которые только меня увидят, и навеличают, и назовут. Мы сколько лет смотрим, и мы вас тут увидели, он прямо готов обнять. Это тоже дело Божье. Потому что тема большая. Беседую с женщинами, с девушками, с девочками, и им все рассказываю. Это все, это благовестие в чистом виде. Но у меня есть что сказать. И главное, отсылаю к своим ресурсам. Каждый раз. Там все нельзя сказать, а вот так-то. И надо, выходите по скайпу. И как раз этому содействует моя имя, фамилия. Я один на весь интернет, Лапкин и Игнатий. Больше ни одного нету. Ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке, ни в Игнатии, нигде. Это Господь же так сделал. А вы себя зарядите, вы сколько найдете? Да любой. В одной только Москве, говорят, пять тысяч Ивановых, Иванов, Ивановичей. А у меня вот, чтобы Лапкин и Игнатий Тихонович, вообще нигде нету. Вообще нигде нету. Ни среди, в интернете, там, Википедии, ничто не выдают. Вот. Это Господь же это все усмотрел и сделал. Тем более, я из этого еще показал. Подписываясь Игла. И что это означает? Это тоже от Бога. Вот у меня отец Тихон, означает приносящий счастье. А я переводится, Игнатий, неведомый, незнакомый. Православный считает за баптиста, баптисты за православного. То есть, я всем неведомый. Из-за меня даже споры в КГБ были, которые на пенсию шел. Говорит, кого вы арестовываете? Какого человека берете? Он передо мной как бы извинялся и говорит, согласитесь, Игнатий Тихонович, что дураков и у нас у вас хватает. Видишь, как Бог располагает сердце. И потому опыт передать можно, когда он есть у тебя. Это для меня еще опыт. А зачем вы здесь рулетку, если такой? Я всем объясняю. Я показываю Библию, показываю Библию, и тут же. А у нас другая книга. Я сразу книгу показываю. Может быть, это? Коран показываю. Теперь я показываю. Ну, считай, что написано. Там по-арабски-то. Еще из ста человек ни один не мог прочитать. То есть, они такие же неграмотные, как и мы. Даже еще больше. Ничего не знают люди. Но я с ними говорю. А у меня целая книга про Коран написана. Целый том. Я суры, аяты, все до одной. Вы 18 том откройте. У вас все книги есть. Поэтому мне как бы есть такое выражение. И карты в руки. И дед мой еще с мусульманами имел хорошее отношение. Так все одно к одному подошло. А их тут процентов 80 в чатру летки мусульман. И я им разъясняю, что это такое. Слышал мое объяснение? Конечно, конечно. Ну, вот и все. Они хохочут, сидят. Так что, знаешь, как в немощи наши отражается Христос. Я ни на что не претендую. Везде подчеркиваю, что никакого гуманитарного образования у меня нет. Я самостоятельно продолжал учиться все эти годы. И по-прежнему еще что-то выписываю, конспектирую. Вот Володя сейчас там по Теряевке снимает. Я от корки до корки. Этот два часа с лишним берет журналист. Ты видел, какой журналист-то? Вот. И я про Савладимир это. Два с лишним часа. Я от корки до корки опять прослушиваю все. У меня полное сведение. Я держу руки на пульте и понимаю, мне туда не надо вылазить никак. Пользы никакой, а вред будет. Но я повода им не даю, что на меня залазят сейчас. Не даю. А если они полезут, ну я могу тоже ничего не отвечать. И во славу Божию. Большую очень роль в этом сыграл и играет наш митрополит, который сейчас здесь. Это вообще. Вот сейчас он был здесь. Вот здесь вот я сижу за столом. В моем жилище он пришел, тут все посмотрел и прочее. Это Бог сделал так. А до этого были такие сложные отношения с предыдущим. И то перед концом он прилетел в Потеряевку, приехал и там отслужил. И расстались по-хорошему. Был Максим Дмитриев. Он куда-то в Елец или куда-то его направили. Вот так. Куда не посмотришь, благодать Божия. Впрочем, и я, но благодать Божия. И мне все сгодилось здесь. Я могу посоветовать жить бедно, экономно. Почему я так живу? То есть любой мой совет, он имеет под собой основания. Я имею право это говорить. И отцу Владимиру я говорил. Чего бы он так ко мне расположен был? И мне говорят, тоже учиться у него надо. Там учитель меня называет. Были моменты, где я не согласен с ним. Но я, виду, не подал, только написал. Вот это фатимское чудо. Он считает, это от Бога. А у меня написано, к истинному православию, там трагедия или надежда. И при том написано абсолютно, как раз с архивных данных все снято. Это не просто так. Господь допускает. Благодарящее Бога. Вот ты зашел, и уже вопросы эти сняты. Все. Благодарю, Игнать Тихонович. Спаси Христос вас, да благозвит Бог. Да. Рад был вас видеть. Ну, слава Христу. Так, не забывай. Я уже вам говорил, что на лето, чтобы приехали к нам, пожили. Вас с семьей все. Я вам домик отдельный дам. С нами будете молиться. Все. Остальное гуляйте. Рыбач тут ходи, там гальянов лови. Ездя покупать. На другое пойти озеро, которое подальше там. Особенно шлюз, где у нас идет. Расширенно, чистые берега. И медленно, медленно. И раз перинарул, и прямо на той стороне. Она шириной метров 15. Когда из одного пруда в другой идти еще. То есть, вы отдохнете. Надо выбрать, конечно, июль месяц. В июле месяце тут и ягоды идут. Вот так. Давай там с хозяйкой поговори. Она ничего против меня не имеет? Нет, хозяйка только слушает. Мне главное сработай. А то у нас из-за универсиады нам на июль нам придется, наверное, работать. Ну, посмотрим, как получится. Ну, и ребятишек забирай. Они отдохнут у нас тут и покупаются. И побудут. Ну, все. С Богом. Девчон. Во славу Божию. Во славу Божию. Все. До свидания. Отошел. Спасибо. Спасибо.